Исследования, проведенные при помощи специального чувствительного термометра, показали, что спектр излучения нагретых тел, кроме видимых лучей, содержит еще и невидимые лучи. Излучение в области длин волн, лежащих за красной областью спектра, называют инфракрасным. Перед фиолетовой областью видимого спектра было экспериментально обнаружено невидимое излучение, называемое ультрафиолетовым. Поскольку в спектрах нагретых тел нет пустых промежутков, то такие спектры являются непрерывными. По-другому их называют сплошными. Такие спектры дают твердые тела, жидкости, а также плотные газы, нагретые до высокой температуры. После изобретения в середине XIX века Робертом Бунзином специальной газовой горелки, в изучении спектров излучения веществ наметился существенный прогресс. Вещества, внесенные в пламя горелки, превращались в пар и окрашивали пламя в различные цвета. По предложению немецкого физика Кирхгофа, свет пламени пропускался через призму. Если в пламя горелки внести кусочек асбеста, пропитанного раствором поваренной соли, то на бледном фоне сплошного спектра горелки возникнет яркая желтая линия, которую дают пары натрия. Характерный спектр, также состоящий из набора отдельных цветных линий, дает свечение газового разряда в трубке, содержащей исследуемый газ. Например, спектр испускания атомарного водорода содержит четыре цветные линии различной яркости, которые разделены широкими темными промежутками. Спектр испускания гелия включает уже семь цветных линий. Таким образом, спектры испускания паров металлов и газов, находящихся в атомарном состоянии, представляют собой набор отдельных цветных линий на черном фоне. Такие спектры получили название линейчатых спектров испускания. Как показали тщательные измерения, атомы каждого химического элемента испускают излучение, спектр которого не похож на спектры других элементов. Поэтому для каждого химического элемента составлена специальная таблица, в которой указаны характерные для него линии и их яркость. Видоизменим опыт по пропусканию излучения через пары вещества и поместим перед нагретыми парами вещества источник света, дающий непрерывный спектр. При этом на экране, установленном за призмой, будет наблюдаться сплошной спектр, перерезанный темными линиями. Эти линии назвали линиями поглощения, а сам спектр — линейчатым спектром поглощения. В 1859 году Бунзен и Кирхгофф установили, что линии поглощения находятся в тех же участках спектра, где должны быть расположены яркие линии в линейчатом спектре испускания, присущие данному газу. То есть, вещество способно поглощать те волны, которые само испускает в нагретом состоянии. Таким образом, анализ линейчатых спектров излучения и поглощения позволяет расшифровать состав излучающего вещества. Метод определения химического состава вещества по его спектру называют спектральным анализом. Как показали измерения, спектр излучения тел нагретых до одной и той же температуры различен для разных веществ. Однако, если внутри образца сделать полость и соединить ее с внешним пространством при помощи малого отверстия, то спектральный состав излучения из отверстия уже не будет зависеть от вещества. Это излучение получило название «излучение абсолютно черного тела». Смысл столь необычного названия можно понять на основе мысленного опыта. Вместо того, чтобы нагревать полость изнутри, будем освещать ее снаружи узким световым пучком. В этом случае, независимо от вещества образца, практически все лучи, попавшие в полость в результате многократных отражений внутри полости, наружу практически не выйдут. Мы будем видеть перед собой черное отверстие. Зависимость энергии излучения абсолютного черного тела от длины волны была тщательно изучена экспериментально. Эта зависимость имеет характерную особенность. Существует такая длина волны, лямбда-м, на которую приходится максимум энергии, испускаемой абсолютно черным телом. Тщательно выполненные измерения показали, что эти тела действительно являются наиболее интенсивными источниками теплового излучения. Были предприняты многочисленные попытки описать на основе теории Максвелла спектр излучения абсолютно черного тела. Однако все эти попытки оказались тщетными. Выдающийся немецкий ученый Макс Планк в 1900 году нашел решение проблемы. Он получил формулу, которая детально воспроизвела весь спектр излучения абсолютно черного тела, но не имела никакого теоретического обоснования. При выводе формулы Планк был вынужден сделать совершенно необычное предположение о том, что излучение испускается отдельными порциями или квантами, энергия которых определяется формулой E равно h ν, где h – коэффициент пропорциональности, названный впоследствии постоянной Планка. Революционная идея Планка о прерывистом характере излучения абсолютно черного тела явилась основой для построения совершенно новой теории квантовой физики.